Всем привет! Здравствуйте! С вами Ярослава Герик и наше парфюмерное экстрасенсорное видео. Сегодня мы поговорим о зимних ароматах. Я не могу сказать, что в них я нашла что-то очень много экстрасенсорного. Они достаточно тяжелые, много цветов, конечно, много фруктов, много бобов тонка и ванили. Потому что зима, она и есть зима, нам надо как-то согреваться. И на альфакторном уровне ароматы такие теплые, пряные, они могут дать нам такое ощущение тепла и уюта. Я приготовила для вас несколько ароматов. Некоторые из них новые, некоторые вы уже знаете. Давайте по порядку. Первый аромат, вы с ним уже знакомы по моему видео об Амуаж, называется Кримсон Рокс. Я ассоциировала этот аромат в прошлый раз с гаданием на картах. И действительно, он для меня не такого цвета, такого красивого, а немножко более в красный. Ну вот если я его себе представляю, он у меня красный, и как-то он у меня ассоциируется с гаданием на картах, любовная магия, разбор каких-то отношений. Он мне очень нравится, он напоминает мне времена, когда я очень много гадала на картах. И у меня мама тоже занималась гаданием на таро. Я больше по картам мадемуазель Ленурман, кто знает эти карты. Вот я работаю с ними. Ну, сейчас все меньше, у меня сейчас другие задачи. Но вот он мне очень напоминает именно это гадание. Что мы находим здесь в этом парфюме, который был выпущен в 2020 году. Корица и розовый перец. В средних нотах мед и роза. И в базе дуб, атласский кедр и ветивер. Вы знаете, вот на зиму в самый раз, а вот весна уже нет. Вот такое что-то тяжелое, как мед, корица. Да, то есть, вы представляете, это более к новогодним каким-то праздникам относится. Это камин, это посиделки такие домашние. Домашние, ну, конечно, он и на выход тоже, абсолютно. Но если я куда-то выхожу, я выхожу зимой. Он прекрасно сидит на верхней одежде. От него есть шлейф, но он небольшой. Небольшой шлейф, но сидит очень долго. Поэтому рекомендую. Очень вкусненький. И я так и остановлюсь на своем мнении, что он для меня напоминает работу с картами. Второй аромат, тоже зимний для меня, из линейки By Killian, из линейки алкогольных ароматов, который называется Angel's Share. Так вот, ох, какая красота. Ну, это, конечно, посидеть с друзьями, выпить хорошего каньку, но не работать. Здесь в нем нет никакой экстрасенсорики, поскольку я, например, работая и с медиумизмом, и с ясновидением, и вообще с экстрасенсорикой, всегда придерживаясь того правила, что никогда нельзя пить алкоголь, когда работаешь, например, с духовным миром, чтобы не залететь, не дай бог, в какой-то другой канал и не подхватить какую-нибудь лярву. Поэтому этот аромат для меня не рабочий, он для меня чисто для отдыха, для вечера, когда хочется действительно почувствовать просто, это для меня выходной день, holiday. Очень вкусненький, замечательный, теплый, прекрасный аромат, но на зимнее время, не на лето, летом он будет чересчур, чересчур. Потому что в нем, что мы находим, у нас корица, тоже бобы тонко, как всегда, дуб. В базе идет у нас пралине, ваниль и сандал, ну и наверху коньяк. Так что, видите, все они теплые, густые, но мало магии, мало магии. Так, покажу вам коробку. Абсолют Афродизеек от Энитиум. Боже мой, что это за прелесть. Ну, конечно, флакон, многие из вас его уже знают. Это невероятный красоты аромат, который очень долго сидит на волосах и на коже. Очень теплый, он мне очень нравится, но я здесь тоже, например, не слышу магии. Хоть он и заявлен как Афродизеек, да, он будет привлекать внимание, но я не могу сказать, что он какой-то асекси. У нас здесь немного нот. Заявлено ваниль, амбра, касториум, кожа, мускус и белые цветы. Белые цветы я слышу где-то на задворках. Амбру и ваниль слышу очень сильно. Касториум, да, касториум даёт, придаёт пикантности этому аромату. Красивый, томный, невероятно чувственный. Не могу сказать, что это прямо Афродизеек и очень секси, но в нём вы сможете почувствовать себя спокойно, уютно и по-зимнему тепло. Так, далее. Следующий аромат, любимчик, мой любимчик. Смотрите, сколько у меня осталось. Это Гранд Суар от Мизон Францис Курджан. Это магия. Для меня это магия. Это женская магия. Это соблазнение. Это даже пикап, можно так сказать. Это на уровне манипуляции. Я хочу и я получаю. Но это касается отношений. Женщина, мужчина, ты его одел, этот аромат. Ты чувствуешь себя уверенной, сексуальной. Для меня вот это вот Афродизиак, а не инитион. То есть я бы, ну, местами бы их поменяла. Афродизиак, богатый, золотой, чувственный. Всем в нем есть самый-самый мой любимый аромат с нотой амбры. Нет, есть еще Атехс Ниило, Амбер Скай и вот этот. Ребят, здесь у нас что есть? Бабытонка, амбра, ваниль, бензоин и испанский лабданум. Ой, ну все, сейчас закончу съемку и сразу им орошусь. Далее. А далее у нас идет мему. Вот такой вот мему, который называется Лалибелла. Это Лалибелла. Я знаю, что сейчас выпустили еще другой, Лалибелла Уд, мне кажется, новый. А это старая версия. Первая. Тоже она старая. Она первая. Ну, хотя она и старая, но в 2007 году была выпущена. Так вот, очень жестокий аромат. В том смысле, что на лето, ну, вообще никак. Зимой один пшик, потому что два, это уже вас задушит. И задушит всех окружающих ваших людей. Вы когда спрашивали, есть ли какие-то шлейфовые, такие очень стойкие ароматы? Вот. Я его относила, сколько смогла, больше не могу. Вот серьезно. Даже зимой его для меня много, хотя мне очень нравятся. Стойкие, густые ароматы. Но в нем есть какая-то липкость. Что-то такое, что меня начало немножко раздражать. Так, верхние ноты. Кокос, орхидея, роза, пион. Вот этот кокос, видимо, он мне немножко надоел. Кажется, что вот кокос, красота. Скоро лето. Уже напоминает нам о пляжных кремах для загара. Но нет, он очень ядреный. Потом идут у нас в средних ваниль почули, жасмин и лабданум. И в базе ладан, которого вообще не слышно. Лист табака и древесные ноты. Я эту базу не слышу. Вот если бы она была чуть погромче, а остальное все потише. Вот это было бы вообще в самый раз. Но здесь много сладостей. Прям вот я даже удивлена, что здесь не заявлен мед и ланг-и-ланг. Вот что-то такое прямо зубослепательное. Я его больше не могу носить, серьезно говорю. Я его даже могу отправить кому-нибудь. Если кто захочет, поменяемся ли я его отправлю. Может быть, кому-то нравятся такие сочные, такие громкие ароматы. Я уже больше не могу. Поэтому, если кому-то нужно, пишите. Он у меня есть. Вот сколько осталось. Здесь у меня сотка. Так что обращайтесь, если что. И последний. Он у меня в Атливанте. Это виза от Роберто Пеге. Сейчас вышла еще новая виза. Интенс, по-моему. А это у меня самая первая. Тоже 2007 года. Это для меня целая охапка фруктов и цветов. Для меня он даже более фруктовый. Хотя фрукты заявлены в верхних нотах, но я их слышу от начала и до конца. Гораздо сильнее, чем цветы. Прочитаю. Белый персик. Груша, лист фиалки, желтый мандарин и бергамот. Средний бессмертник. Иланг-иланг, цветок апельсина и роза. И в базе ваниль, бензоин, пачули, кожа сандал, дубовый мох и ветивер. Я чувствую только сладость. Ее назвали виза, потому что она как виза открывает двери в любые страны. И говорят, что он для каждой страны может быть хорош. То есть его везде поймут. Что сказать? Для меня он, мне он чем-то напоминает богиню фортуна. Для того, чтобы эта виза могла открыть тебе дверь куда угодно, и чтобы ты мог куда угодно поехать, нужны деньги. А богиню фортуну очень часто призывают для каких-то материальных дел. Так вот, представляете себе вот эту фортуну, да? Вот есть такие вот статуэтки, которые продаются. Вот она стоит, а у нее рог. И из этого рога торчат всякие разные фрукты. И вот мне это очень напоминает этот рог с фруктами. Там запах должен быть какой-то такой. Вот эта виза, она откроет через фортуну двери вам в любое место, в любую страну. Так что богиня фортуну, у нее вот какой-то такой запах должен быть. Именно из-за того, из-за этой охапки фруктов, которые находятся у нее с собой в этом роге. Так, все, я закончила. На сегодня все. Желаю вам всем удачи, фортуны, зимних прекрасных ароматов. Напишите мне, пожалуйста, какими ароматами пользуетесь вы. И если есть какие-то у вас зимние ароматы, в которых вы можете почувствовать что-нибудь магическое или экстрасенсорное. Всем пока, до встречи.